Как и предполагалось, московская шпионесса Бутина, больше известная под псевдонимом Агент Пи, предстала сегодня перед Федеральным судом, где была утверждена сделка между ее адвокатом и прокурором, которая дает ей возможность получить более мягкое наказание уже на февральском судебном заседании. Как известно, сделку в США может получить преступник, полностью признавший свою вину и представляющий интерес для следствия тем, что обладает данными о другой преступной деятельности, оставшейся вне поля зрения следствия. Более того, эти сведения должны быть о преступной деятельности более серьезной, чем та, за которую привлекается подсудимый, или информация должна касаться высокопоставленных лиц. Бутина признала свою вину и полностью, и безоговорочно, и фактически подтвердила, что занималась в США шпионской деятельностью, изначально направленной на изобличающие данные, которые были собраны следствием в отношении нее, и после утверждения сделки она будет сотрудничать со следственными органами, то есть расскажет все, что ей известно. В Штатах имеется институт специалистов, которые специально тренированы выжимать из подсудимого все, что только возможно, до капельки. Фокус в том, что Бутина может формально что-то сообщить новое, чтобы не провалить сделку, но далеко не все, что ей известно. Поскольку никто не может предположить предел ее осведомленности, то она может ограничиться тем, что заявила перед подписанием сделки и сверх того, ничего не сказать, оставив самое опасное и интересное вне поля зрения самого следствия. Именно это призваны выяснить особые специалисты. Находящаяся в режиме сделки не подвергается психологическому или другому давлению, поскольку показания, полученные под давлением, будут считаться скомпроментированными. И тем не менее, рычаг есть, и он довольно существенный. Обвиняемый не имеет права не отвечать на поставленные вопросы и особенно врать. Грубо говоря, он не может сказать «не знаю» или «забыл» на прямо поставленный вопрос. Если выяснится, что он что-то там утаил или соврал, то сделка будет отменена мгновенно. Ну а признание вины уже никуда не денешь. А потому срок обеспечен, а сорванная сделка будет негативно характеризовать обвиняемого, ну и суд это учтет при избрании меры наказания. Примерно это случилось с Полом Манафортом, который тоже пошел на подобную сделку, но нарушил ее тем, что согласовывал свои показания во время действия условий сделки с представителями Белого дома. Прокурор Мюллер отменил сделку и выступил с ходатайством к суду срочно перейти к оглашению приговора. В общем, правильно ставя вопросы, следователи смогут установить, правду говорит Бутина или нет. И все ли она говорит, что может представлять интерес для правосудия. В общем, все мидовские деятели, которые делали из нее икону, должны хорошенько вспомнить, что может быть известно Маше, поскольку теперь она заложит всех возможный кокаиновый экспресс, который наладило ведомство унылой лошадки. В судебном заседании был еще один очень пикантный момент. Суд подробно допросил Бутину по поводу того, по доброй ли воле она пошла на сделку. Не оказывалось ли на нее давление и в каком психологическом состоянии вообще она находится перед согласием на сделку. Бутина и ее адвокат заявили, что она в хорошем физическом состоянии и психологической форме, и что давление на нее не оказывали, поэтому и возникла договоренность о сделке. Все это к тому, что тот же самый адвокат и тем же самым ртом говорил слова о психологическом давлении, которому Бутина подвергается, сидя в одиночной камере тюрьмы. Эту же эпопею вещал и российский МИД, и российская пресса. Ну вот оказалось, что все хорошо и никакого давления нет. Ну а в одиночке очень даже удобненько, поскольку это уберегло Бутину от многих неприятностей, которые подстерегают молодую барышню в тюрьме. По инерции Москва еще рассказывает, что Бутина вынуждена была принять сделку, чтобы выжить. Ну вот что интересно, когда она расскажет все и будет оглашен приговор, который может ограничиться сроком уже отсиженным ею в тюрьме, то с нею может случиться депортация в Россию. А уж сколько она там проживет и в каком состоянии, ну это большой вопрос. Там целые начальники ГРУ мрут просто конвейером. Ну а Маша так тем более. В этой ситуации радует одно. Сейчас многие российские деятели посмотрят, как все сработает, и вполне возможно решать, что уже пора, ибо можно вообще опоздать в последний вагон уходящего поезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова